Девушки отдыхают В каждом человеке живет интерес к истории. Кем были наши предки, как они жили, что делали, во что верили. Порой именно благодаря событиям, произошедшим сотни и тысячи лет назад, наш мир стал таким, каким мы его знаем. История — не скучная наука, а живое переплетение судеб, событий, мест. Мы предлагаем прикоснуться к ней, почувствовать дыхание времени. Наше первое путешествие с живой историей — поездка на Святую Землю. Человек, приезжающий сюда и имеющий представление о христианстве, о религиозных предметах теоретическое, вдруг переносится в другую совершенную плоскость. То есть все то, что он воспринимал отвлеченно, становится реальностью. Камни, места определенные, с чем он может соприкоснуться. Соприкоснуться не только духовно, но именно телесно делает многие события настолько близкими, реальными, животрепещущими, что происходят некоторые внутренние изменения человеческой сущности, по сути дела. Эти места действительно способны поменять душу человека. Цвета этой земли — это цвета, камни и песка. История этой земли — летопись христианства. Здесь древние оливы в Гефсиманском саду помнят молитву Христа в ночь его ареста. Гора Фавор хранит память о свете чудо-преображения Спасителя. Все так же, как две тысячи лет назад разбиваются прибрежные камни в волны Галилейского озера. Практически каждое селение на Святой Земле связано с событиями, о которых мы знаем из Евангелия. Сейчас первое место, куда прибывают люди, стремящиеся на Святую Землю — город Тель-Авив. Неподалеку от него расположен главный аэропорт Израиля — Бен-Гурион. Тель-Авив — город молодой и современный. На набережных многолюдно, по полосе песка на берегу Средиземного моря гуляют туристы. Горят разноцветные огни шумных улиц. Прибывая сюда, мало кто знает, что лишь с небольшими изменениями повторяет он путь русских паломников, отправлявшихся на Святую Землю многие десятилетия назад. Попробуем и мы пойти путем, которым когда-то добирались сюда православные из такой далекой России. Встречал их портовый город Яффу. Отсюда дорога лежала к подворю русской духовной миссии, а уже дальше — к городу Иерусалиму. Это место принимало паломников, прибывающих на пароходах в Яффу. Пешком шли из порта, здесь отдыхали, собирались силами, формировали караваны и шли в Иерусалим по старой Иерусалимской дороге. На узких улочках старого города тихо. Шум машин вдалеке. Ближе — плеск волн Средиземного моря. Это Яффа — город, звавшийся прежде Иопии, что в переводе значит «прекраснейший». Мы в одном из древнейших поселений, о которых известно современным историкам. Люди жили здесь с 17 века до нашей эры. На протяжении столетий к этим берегам приходили корабли, шумела торговля, сходили на берег паломники. Когда-то давно, в древние времена и практически до самого начала 20 века, это был относительно большой порт, в который пребывали суда с разных стран, с товаром, а также с многочисленными паломниками. То есть даже наши с вами предки из России прибывали к Явскому берегу, выходили на святую землю, целовали ее и отправлялись пешком до храма, который освящен сегодня в честь святого апостола Петра и святой праведной Тавифы. Итак, первое место, куда издавна пребывали русские паломники, стремящиеся на святую землю, подворье русской духовной миссии в Яфе с храмом в честь апостола Петра и праведной Тавифы. Сейчас это южная часть Тель-Авьюа. Здесь, на территории подворья, когда-то было древнее кладбище. Сохранилась до наших дней погребальная пещера семьи праведной Тавифы. Гробница украшена византийской мозаикой. О святой Тавифе упоминается в деяниях святых апостолов. Она была праведной женщиной, много помогала окружающим, и смерть ее стала горем для многих людей. Они обратились к апостолу Петру с просьбой помолиться о ее душе. Петр молится, и по его молитве Господь воскрешает Тавифу. Это была большая радость такая, видимо. Но дальнейших подробностей ее жизни, вот, и уже нам неизвестно. Известно из предания, что здесь, на этом месте, где было старое, древнее Явское кладбище, она была похоронена в фамильном склепе, как он сейчас и сохранился. И это место пользовалось почитанием еще задолго до того, как русская церковь приобрела этот участок. Участок, на котором ныне располагается подворье и храм, приобрел в 1868 году начальник русской духовной миссии архимандрит Антонин Капустин. Многих трудов ему стоило обустройство земли, но в итоге на этом месте был разбит прекрасный сад. Вскоре началось и строительство зданий. Это тоже было непросто. Когда отец Антонин Капустин начинал строить храм, конечно же, он не мог сообщить турецким властям, которые, в общем, более 500 лет управляли палестинской землей, сообщить о том, что он начинает строить храм, ибо он бы не получил никакого разрешения. И поэтому, в общем, то строение, с которого он начал, он обозначил как дом для принятия паломников и различных гостей. В результате храм все же удалось построить. В 1894 году он был освящен патриархом Иерусалимским Герасимом в честь праздника поклонения честным веригам святого апостола Петра. За основу при проектировании был взят знаменитый Софийский собор в Константинополе. Построен в таком смешанном довольно стиле, в подражании, как мы считаем, храму Святой Софии в Константинополе, потому что отец Антонин Капустин был большой почитатель и Святой Софии, и древних греческих, и византийских святых. Видно из плана храма, вот кукла, которая здесь есть, из даже цвета внешнего, который был раскрашен, видимо, изначально, ну, конечно, обновляли эту краску, но этот цвет древневизантийской синопии, которая была покрашена Святая София в Константинополе. И сейчас облик храма позволяет увидеть его очевидное сходство с Софийским собором. Кроме того, в храме сохранилось несколько икон, которые, вероятно, были здесь еще при основании подворья. Сделать такой вывод позволяет техника их создания, относящаяся к XIX веку. Есть и несколько примечательных икон, написанных уже в наше время. Это образ явских святых, запечатлевшей угодников божьих, чьи имена связаны с этими местами. В их числе и святая великая княгиня Елизавета Федоровна. Она бывала здесь и сама в 1888 году. В присутствии ее и великих князей Сергея и Павла Александровича и Романовых было положено основание будущему храму. Приезжали по приглашению отца архимандрита Антонина Капустина на освящение храма Марии Магдалины в Иерусалиме. Это было в 1888 году. В октябре месяце и после освящения храма отец Антонин привез их сюда, где намечалась закладка церкви. Был вырыт котлован, было все приготовлено, как положено по уставу. Елизавета Федоровна и ее супруг Сергей Александрович, великий князь, и его брат Павел Александрович, здесь ночевали одну ночь и участвовали потом в молебне, который совершал отец Антонин, и после этого отправились на пароход, на котором они убыли в Россию обратно. Основные восстановительные работы после непростого для русского подворья 20 века начались в 1995 году. Храмы-колокольни были полностью отреставрированы, был вновь высажен сад на месте погибшего. Сейчас территория подворья удивительно красива. Множество цветов, деревья, отягощенные плодами, мандаринами, лимонами, гранатами. В 1997 году эти места посетил святейший патриарх Алексий II. Предстоятель русской церкви поклонился месту погребения праведной Тавифы и совершил молебен в путешествующем перед возвращением на родину. Сейчас подворье русской духовной миссии в Яффе – одно из любимых мест паломников. Тель-Авив и Яффа с этих мест много лет начинают свой путь паломники, прибывшие на святую землю. Сегодня побывали здесь и мы. Земная красота этих мест – отражение их сути. Путешествие сюда – первый шаг на большом пути, который предстоит паломнику. Впереди другие города, чьи названия навсегда вписаны в историю нашего мира. Главные святыни христианства, места, где происходили евангельские события, дороги, по которым две тысячи лет назад проходил Спаситель, сопровождаемый своими учениками. Отправимся дальше и мы. Побываем на берегах Галилейского моря и поднимемся на гору Фавор. Увидим Гефсиманский сад и поклонимся Голгофе. Все это в следующих выпусках программы «Живая история». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok